В этом видео я назову тебе главную причину, почему ты не можешь простить, и предложу тебе эффективный способ с этой причиной справиться. Ты узнаешь, как простить всех обидчиков без исключения, вне зависимости от того, насколько глубокие или давние обиды они тебе оставили. Привет без обид, меня зовут Александр. Я расскажу тебе все про обиду и о том, как от нее избавиться, обретя самодостаточность, эмоциональный баланс, свободу однодуманных ограничений и максимальное внутреннее благополучие без помощи психологов. В чем же главная причина того, что ты не можешь простить обидчиков? Все до безобразия просто. Ты не хочешь прощать, если обидчик этого не заслуживает. Это невероятно распространенная проблема. Люди не хотят прощать тех, кто этого не заслуживает. Ты не хочешь прощать, потому что убежден, что прощая такого человека, ты в кавычках открываешь свои двери и позволяешь ему обидеть тебя еще раз. Ты будто бы предоставляешь ему моральное право на то, чтобы продолжать себя вести так и дальше. Такой взгляд на прощение работает со всеми людьми в твоей жизни, которые когда-либо делали тебе больно. И он особенно силен с теми людьми, которые все еще в твоей жизни. Но если более пристально взглянуть на такое восприятие прощения, становится ясно, насколько оно нерационально. Важно помнить, что прощение прежде всего делается для тебя. Прощая и отпуская образ обидчика в своем уме, ты освобождаешься от его влияния на тебя. Но, пожалуй, еще важнее помнить, чего прощение не делает. Прощение не стирает твоих воспоминаний. Оно не лишает тебя здравомыслия. Умение распознавать, что человек ведет себя по отношению к тебе недопустимо. Простив человека, ты продолжаешь прекрасно понимать, можно ему доверять или нет. Тот факт, что ты его простил, или даже, может быть, глубоко любишь его, не означает, что ты вновь будешь ему доверять. Прощение не означает, что ты вновь будешь слепо помещать себя в ситуации, в которых этот человек может тебе навредить. Непрощение человека не защищает тебя. Оно лишь вынуждает тебя держаться за негатив, который подавляет твое внутреннее благополучие и твое счастье. Когда ты смотришь на прощение и непрощение таким образом, ты осознаешь, что самым рациональным решением является отпустить все то, что было. Это нужно для твоего же блага. И, возможно, для тебя такого взгляда на прощение будет достаточно, чтобы ты перестал держаться за свои убеждения о непрощении и простил, наконец, своих обидчиков. Но, к сожалению, очень часто трудно простить глубокие обиды, даже если ты осознаешь, что это сделать необходимо. Особенно это касается каких-либо жирных обид из детства или обид, которых по твоему глубокому убеждению прощать нельзя. Причина в том, что подобные рациональные разговоры о прощении апеллируют к сознательной части твоего ума. При этом твое убеждение о том, что прощение дает моральное право обидчикам вести себя так и дальше, работает на уровне твоего подсознания. Если ты хотя бы маломальски интересовался природой ума, то ты прекрасно понимаешь, что подсознательная часть твоего ума намного могущественнее, чем сознательная. Если какое-то убеждение работает на подсознательном уровне, оно будет диктовать соответствующее ему восприятие, мышление и реагирование. И от того, что ты, поразмыслив рационально, увидел, что такое восприятие, мышление и реагирование делают тебе только хуже, ты не прекратишь так воспринимать. Ты можешь сколько угодно говорить себе, что непрощение – это яд, и нужно простить и отпустить все, что было. Ты можешь бесконечно смотреть видео на эту тему, читать книги, слушать психологов и знатоков саморазвития о силе прощения, но в конечном счете все это будет бестолку. Если твое подсознание не собирается никого прощать, ты не сможешь простить, сколько бы ты ни говорил себе, что надо это сделать. Так что же делать? Необходимо проработать свое убеждение о непрощении на подсознательном уровне. Это значит, что тебе следует устранить эмоциональный заряд как из самого этого убеждения, так и из всего, что его сформировало. Прежде всего, мы говорим о всех эмоциональных травмах и обидах, которые ты успел накопить за свою жизнь. Все они внесли свой вклад в формирование и закрепление твоего решения не прощать своих обидчиков, а значит, всех их нужно нейтрализовывать. Разумеется, все травмирующие эпизоды остались в прошлом, но их заряд продолжает жить в твоем подсознании и влиять на тебя. Значит, нужна система, которая позволила бы проработать все свое подсознание и нейтрализовать заряд всех прошлых травм и обид, чтобы ты, наконец, перестал держаться за принятое когда-то решение не прощать. Такая система есть и называется она Турбосуслик. Турбосуслик – это сверхмощная система для очистки ума от мусора. Твоих негативных эмоций, страхов, тревог, зависти, ревности, обиды, чувства вины и так далее, твоих ограничивающих представлений и убеждений, негативных установок, комплексов, твоих эмоциональных травм, зависимостей и всего того, что тебе мешает быть счастливым и взять свою жизнь в свои руки. Турбосуслик работает с эмоциональным зарядом твоих внутренних проблем. Он разряжает травмирующие эпизоды прошлого, экологично их устраняя, а не заглаживая. Проблема в том, что этих эпизодов у среднего человека тысячи. В Турбосуслике для обработки твоих внутренних проблем впервые была задействована огромная скрытая вычислительная мощность подсознания, что позволяет перелопатить прошлое буквально за несколько месяцев и проработать даже те эпизоды, о которых ты сейчас уже не помнишь. Что здорово, так это то, что тебе не нужно вновь погружаться в болезненные эпизоды прошлого и перепроживать их. Достаточно просто указать на них внимание, а подсознание само все проработает по заданным алгоритмам, которые ты получишь после начала работы по этой системе. Наконец, Турбосуслик – это система самостоятельной работы над собой. С этой системой тебе не нужны психологи, терапевты, гуру саморазвития, лекции, семинары, блоги или YouTube-видео. Все, что тебе нужно – это стремление к максимальной внутренней свободе и готовность к серьезной работе над собой. Турбосуслик – система не для всех. Она требует от человека много работы и готовности к большим изменениям, однако вознаграждает за это кардинальными изменениями к лучшему практически во всех сферах жизни. Свобода от всех произошедших за твою жизнь эмоциональных травм, свобода от предубеждений и ограничений, здоровая самооценка, легкое незамутненное восприятие, простые, понятные отношения без заморочек, эмоциональный баланс, радикально возросшее намерение и личная сила – это лишь одни из многих закономерных бонусов от работы над собой по этой системе. Если ты хочешь максимально расчистить мозги от мусора, перестать морочить себе голову, освободиться от всех обид, радикально повысить свою самооценку, устранить все свои комплексы, надуманные ограничения и ущербные модели поведения, обрести самодостаточность и эмоциональный баланс и в качестве закономерного результата проработок простить и отпустить всех своих обидчиков и оздоровить отношения со своей личной вселенной, читай подробнее о системе Трубосуслик по ссылке в описании к этому видео. На этом все. Если тебе понравилось видео, ставь ему лайк. Это нужно для того, чтобы алгоритм Ютьюба увидел, что видео классное и его стоит чаще рекомендовать другим зрителям. Если тебе интересно получать в свою ленту больше видео от меня, подписывайся на мой канал. Я раскрываю много вопросов, вращающихся вокруг проработки обиды и смежных с этим тем отношением с людьми, ментальным благополучием, внутренней свободой и прочим. А если у тебя есть какой-то вопрос или история о том, как ты наконец-то смог простить кого-то, на кого ты долго держал обиду, поделись ей в комментариях. Так ты вдохновишь и других людей, кто посмотрит это видео и прочитает комментарии, чтобы они занялись прощением обидчиков и повышением своего внутреннего благополучия. Напоследок порекомендую тебе посмотреть мое видео про непростительные обиды. Ты узнаешь, как простить даже те обиды, которые, как сейчас тебе кажется, простить невозможно. Чем непростительнее обида кажется, тем больше эффект будет от того, что ты ее отпустишь.